Школа искусств Игоря Михайловича о том, что остро нужны специалисты нового типа. Это фактически, если мы говорим о преподавателях-педагогах, то это универсальные педагоги. У того же Игоря Михайловича в программе, пока еще общеразвивающей, написано, что нет деления на теоретические предметы и практические. То есть проходит все на занятиях педагог одновременно и ученик воспринимает. Есть, допустим, перетекание. Вот, например, одна из преподавательниц Москвы подготовила с детьми своего класса музыкальной информатики, подготовила аранжировки романцев, которые они издавали по классу с альфеджио. То есть они, а даже духовики, они могли аккомпанировать. Не нужно было себе аккомпанировать, что для них достаточно сложно. Они создавали просто компьютерные аранжировки и таким образом взаимодействие разных предметов и разных, именно музыкальных предметов. Но, кроме того, есть еще взаимодействие разных отделов искусств. И тогда появляются чудесные проекты, мультимедиа проекты, которые представляются уже на специальных конкурсах и получают очень, в общем, заслуженное признание. Кроме того, вот мне рассказывали о том, что, допустим, при одном из вузов существует коммерческая школа искусств, где нет деления на музыкальное, на хореографическое, изобразительное. И все развитие и воспитание происходит во взаимодействии специалистов разных направлений. Вот у нас сейчас присутствует видеонаправление, которое нам помогает и снимает. В общем, новые технические средства обучения, старые ТСО, новые ТСО, это музыкальные компьютерные технологии, несут просто колоссальные возможности для творчества. И здесь мы сталкиваемся с тем, что появляется возможность для учащихся такого активного деятельностного развития, и в том числе участия в подготовке проектов, творческих проектов, в том числе мультимедийных. И здесь вот, если говорить о преподавателях музыкально-теоретических дисциплин, то они тоже уже просто выходят за рамки, узкие рамки своих традиционных учебных планов и осваивают не только аннотаторы, которые они не должны осваивать по классу с альфеджио, но и подключают программы-аранжировщики, видеоредакторы, аудиоредакторы, графические, и создают дети просто настолько увлечены возможностью творчества, они вот знают музыкальные открытки, они создают клипы какие-то, флеш-анимации музыкальные. То есть вот настолько новые средства увлекают и педагогов, и детей, что ну просто если мы вот этого уже не будем замечать окончательно, то мы просто, ну я вам скажу так, что вот русские долго запрягают, но уже пора быстро ехать, вот уже сколько там, 10 лет, уже пора-пора, мне кажется. Если вот в этом году с созданием методического центра мы не сделаем рывка, то я просто думаю о том, что нам нужно делать фериал какой-нибудь зарубежной образовательной организации, если у нас таких сил своих творческих организационных не хватит. Вот, так что это вот такое нам всем предупреждение. Ну что, вот на самом деле сольфеджисты, да, еще есть возможность неиспользованная предмета музыкальная информатика. То есть вот к компьютерным технологиям обращаются и на предмете музыкальной информатики, и на сольфеджио, и на компьютерной аранжировке, и в классе инструментовки электронной нотации. То есть вот такое взаимоперетекание и востребованность этих новых технологий. И что я хочу сказать, что вот программы по музыкальной информатике пока нет, которая висела бы на сайте Министерства культуры среди программ таких традиционных, как сольфеджио, или элементарная теория музыки, или слушание музыки. То есть все это считается предпрофессиональными программами, а вот связанные с компьютерными технологиями почему-то предпрофессиональных программ нет. Хотя музыкальная или информатика преподается в колледжах, она преподается в вузах, и поэтому вполне имеет право этот предмет быть и в школах тоже предпрофессиональным. Другое дело, что точнее его было бы назвать все-таки медиа-информатика, поскольку действительно привлекаются и видеопрограммы, и графические, и элементарно. То есть вот нужно, чтобы был углубленный какой-то курс, связанный с электронными технологиями, специальные, допустим, с первого класса по седьмой, по пятый, допустим, но с очень таким глубоким погружением во все предметы электронного направления. Но в то же время нужен какой-то такой облегченный курс для всех, для пианистов, для духовиков, струнников, чтобы они могли пользоваться, вот как записать себя, как сделать небольшую аранжировку, как, значит, сделать музыкальную презентацию. Они же в школе, они просто делают какие-то... Неужели мы, музыканты, не можем обучать их делать творческие проекты музыкальные, потому что часто звук в программах презентационных, он очень плохо записывается, не все знают, как правильно, чтобы он на одном компьютере звук включается, на другом уже он почему-то пропадает. То есть там свои хитрости. Я буду сейчас заканчивать. И еще очень важно то, что сольфиджисты используют интерактивные формы обучения, которые дарят тоже современные технологии. И они, значит, используют интерактивные доски. И нужно сказать, что если в общеобразовательных школах все школы просто насыщенные эти интерактивными досками, то в Москве этих досок, по-моему, всего три экземпляра на все школы. Только три. И причем не все, так сказать, они подходят музыкантам. Мы уже знаем, какие подходят сольфиджистам, где там уже есть свои нотки, свои наработки, которые можно использовать. И есть доски других фирм, где этих наработок нет. И, кроме того, интерактивные программные продукты, вот некоторые мы привезли у нас там в киоске, лежат, причем отечественных, так сказать, авторов, отечественных производителей. Их очень мало. Их нужно поддерживать. И мы специально их поддерживаем. Есть вот отечественная программа нотатора, Magic Score Maestro. Она в 10 раз дешевле, чем в лицензионном финале. То есть это тоже лицензионный продукт, который имеет много возможностей, в том числе и аранжировки. И, кроме того, программы, тестирующие программы, обучающие обучалки, так называемые, тренажеры. То есть все это нам нужно развивать, и все это вооружать наших преподавателей новыми техническими средствами обучения. Спасибо большое. Спасибо. И продолжим на секции музыкально-технических предметов. Завтра в школе Эрбинштейна и будет очень много видео. Видео-диктанты, видео-интонационные упражнения и видеопособия. Спасибо большое, Елена Владимировна.